Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами поговорим о декоративной косметике. Есть определенные любимчики, которые у меня появились за последнее время, и я хочу их вам показать. Очень хочу показать, потому что я декоративную косметику показываю достаточно редко. Я к декоративной косметике отношусь без такого трепета, то есть я не гонюсь за брендами, вы знаете. Я могу купить совершенно спокойно бюджетный продукт и быть от него в полном восторге. То есть здесь немножко не такое отношение, как к уходу. И вот хочу вам показать, что меня действительно впечатлило за последнее время. Первое, что я хочу вам показать, и оказалось, что это очень популярная штука, я об этом вычитала в своем же Телеграме, когда вы обсуждали тональные средства. Это кушон от корейского бренда Rom&D, называется Zero Cushion 02 Natural Оттенок 21. То есть что такое 02-21, я не знаю, ну вот что написано, о том и говорю. SPF здесь 20, то есть защита от лучей типа B. PA здесь 2 плюса. В продукте 14 грамм. Значит, что это такое? Ну, это кушон. Сейчас вам все покажу поближе. Вот она тут подушечка, шмадушечка. И это кушон, вы знаете, очень необычный. Он плотненький, как будто бы такой. Он очень хорошо кроет, но он так при этом сливается с кожей. Он делает такую красивую кожу. То есть если есть краснота, если есть высыпание, вот вам есть что замаскировать. Он не проваливается в поры. Он дает такой естественный финиш на коже. То есть он и не матирует, но при этом и не блестит. То есть нет вот этого эффекта glow такого, знаете, фантастического, как бывает у некоторых кушонов. Какой же он красивый. Я когда нанесла его в первый раз, думаю, господи, что это такое? Я теперь понимаю, почему он так популярен. Вот как он выглядит. Такая очень лаконичная, кстати, упаковка. Тут будет лежать подушечка. Такая классическая для кушона, которая супер-супер-супер-эсприсупер-мягкая. И вот он сам кушон. Мне кажется, вот даже видно. Даже подушечка, вы знаете, она достаточно плотная такая. Что касается оттенка 21. Посмотрите на него. Он немножко с желтинкой, но он мне сейчас идеально подходит. То есть на лице это смотрится красиво. Плюс у меня же краснота, розация. И я всегда стараюсь брать желтоватые тона. Потому что желтизна, она как-то хорошо нивелирует красноту. Посмотрите, вот сейчас очень хорошо видно, какой он плотный. То есть видите, прям видно, что он замаскировал. Вот этот его финиш такой естественный. И при этом вообще не видно. Это при том, что я тут чуть-чуть его пальцем размазала по руке. То есть он так сливается с кожей. Он так фиксируется. Его можно наслаивать вот этим вот спонжем. То есть какие-то отдельные зоны на лице подкорректировать. Но, по-моему, это просто один из лучших кушонов, которые я пробовала. Посмотрите, вот, да, пальцы немножко красноватые. А здесь вообще такая идеальная кожа какой-то цвета слоновой кости. Просто отличная штука. У этого же бренда, Rom&D, есть продукт, который называется Juicy Lasting Tint. То есть это тинт, который дает на волосах, на губах, пигмент. Но при этом он дает эффект блеска. Он у меня на губах. И в последних моих видео он очень часто на губах у меня. И это то вообще практически, чем я пользуюсь постоянно. Вот этот вот оттенок, который у меня, наверное, это оттенок 24 Pilling & Do. Pilling & Do, чтобы это не значило. У него, мне кажется, самый потрясающий оттенок. Он делает, видите, какой оттенок? Свои губы только лучше. Действительно ощущение таких вот просто сочных наполненных губ. И очень красивый оттенок. Я наношу его ближе вот к середине губ. Дальше у меня контурный карандаш. Сейчас покажу. У меня находка абсолютная. Просто я фанат этого оттенка. И мне кажется, больше ничего мне в этой жизни не надо. Какой я выбрала для себя контурный карандаш. И что у этой штуки важно? Она не дает. То есть я думаю, каждый меня поймет. Вот кто пользовался тинтами. Бывают тинты, они въедаются в губы. И начинают давать такой алло-розовый, фуксиевый оттенок на губах. Это выглядит странно. Потом бывает, что тинты горчат. И еще бывает, что тинты очень сушат губы. Ничего из этого, у этого тинта нет. Это тоже какой-то лютый хит продаж. И я в интернете прочитала на форуме, где там люди закупки делают совместные и все остальное, что они не могут купить, потому что завод не справляется с объемом закупок. То есть вот эти вот две штуки, какие-то вот этот тинт и кушон, они какие-то мега популярные. Я буду, если еще что-то у этого бренда есть, знакомиться с другими продуктами. Потому что меня это по-настоящему впечатлило. Это очень круто. То есть просто это супер. Это смотрится очень натурально. Это смотрится красиво. Сейчас постараюсь аккуратненько показать. Видите, какой оттенок? Вот он дает блеск. Он хорошо увлажняет. И при этом он фиксируется на губах. Это невероятно красиво. Я, ну видите, она вся заюзанная. Я постоянно пользуюсь. Вот просто постоянно. Очень полюбила этот продукт. И вот видите, я сейчас стерла салфеткой для снятия макияжа. Понятно, что она очищает достаточно хорошо. Но вот он легкий-легкий. Здесь оттенок присутствует. Видите, такой розовый, деликатный, приятный. Никакая ни фуксия, нет никакой ржаны. Поэтому я очень довольна. Если вы используете тинт как румяна, например, имейте в виду, что, скорее всего, вам этот продукт не подойдет, потому что он дает вот этот эффект glow. То есть эффект такой немножко виниловой помады. У него присутствует. О чем мы еще сейчас с вами поговорим? Мы поговорим о туши и лайнере от бренда Top Lash. Я давно хотела их попробовать, потому что вы знаете, что сыворотка Top Lash, которой я пользуюсь уже, я не знаю, сколько времени, она мне очень нравится. По сути, я ей не изменяю. Я вот про эту сыворотку говорю. Мне тоже бренд прислал новый экземпляр. Но у меня еще предыдущая не закончилась. Они постоянно у меня на повторе. Я сейчас использую их в режиме, наверное, два раза в неделю. То есть я, как раньше, уже не использую их каждый вечер. Но меня заинтересовали вот эти вот два продукта, потому что здесь нам обещают, да, ну тушь, понятное дело, она подкручивает. Она действительно, кстати, хорошо так и подкручивает, и держит объем хороший. Но здесь нам что от лайнера, что от туши, тоже обещают эффект удлинения ресниц, то есть роста самих ресниц. Собственно говоря, как вот сыворотки Top Lash. И, по-моему, это просто гениально, потому что очень многие люди не пользуются сыворотками Top Lash, потому что они забивают... По фрейду уковорочек, потому что они забывают, да, потому что им это не очень удобно. А если вы пользуетесь декоративной косметикой, лайнером и тушью, то я пользуюсь лайнером и тушью каждый день. Это я никогда не забуду сделать, потому что это обязательный атрибут моего макияжа. Не перепутайте, пожалуйста, упаковки. Видите, они похожи. То есть выбирайте лайнер, выбирайте тушь, в зависимости от того, что вам нужно, потому что выглядят они в упаковке очень похожи. Что касается туши. Здесь классическая упаковка. И эта тушь, как я уже вам сказала, с эффектом подкручивания. Посмотрите, какой у нее объем. И посмотрите, какая у нее щеточка. То есть она такая вот, как немножко закрученная. Классическая черная тушь. Очень хорошо держится, не осыпается. Сама по себе она удлиняет ресницы. То есть она не только их подкручивает. Не могу сказать, что она дает мега объем, но мне результат на ресницах нравится. В пару к туши, если вы пользуетесь таким продуктом, можно взять вот такой вот лайнер. И у лайнера вообще совершенно другая упаковка. Как вы видите, это вот такой карандаш. Ничего крутить не нужно. Это лайнер-фломастер. Обратите внимание. Причем такой фломастер, как будто бы, достаточно толстый. Но, как оказалось, он дает супер тонкую линию. Если вы хотите яркие стрелки, да, такие вот прям плотные, вы просто делаете так, чтобы лайнер более плотно прилегал к коже. И что мне здесь нравится, он дает четкую линию, она не пробуксовывает. Вот этот вот фетровый наконечник не забивается тенями. Лайнер мне очень понравился. Осталось только теперь понять, до небес вырастут мои теперь ресницы, потому что они и так уже длинные от сыворотки Top Lash или нет. Но вот и сама идея, вы не представляете. Мне невероятно нравится. Что теперь я хочу вам показать. Я все-таки решила заказать через друзей палетку Color Pop Rock Candy. Я давно очень на нее смотрю. Здесь название оттенков перечислено на обратной стороне. Я, честно говоря, не очень уверена, что прям название оттенков кого-то очень сильно интересует. Посмотрите, красивая упаковка. Единственное, я на сайте, когда смотрела эту палетку, я почему-то думала, что она больше. То есть, что она прям огромная такая, знаете, как бывают палетки Мерфи. Вот какие оттенки. То есть, здесь у нас с вами комбинация таких достаточно нейтральных бежевых, пыльно-розовых. Здесь есть прямо холодные оттенки, холодные металлики и холодные темные. Вот, например, вот этот коричневый, он достаточно холодный. Посмотрите, вот эти вот шиммеры, они очевидно холодные. Вот этот вот такой пастельно-серый. То есть, здесь комбинация теплых и холодных оттенков, но, в принципе, я считываю эту палетку как более холодную, в принципе. То есть, она не очевидно теплая. Скорее, ближе все-таки даже к холодному. И сейчас мы с вами будем рассматривать вот этот вот ряд, в котором у нас сплошь одни шиммеры. И шиммеры в этой палетке, ой, какие удачные, скажу я вам. Посмотрите, какая пигментация. Единственное, конечно, если быть откровенным, ну, вы, когда наносите на глаза, например, вот эти вот три оттенка, они настолько похожи, что, да, я не думаю, что разница будет существенной, но, тем не менее, я хочу обратить внимание на плотность. Да, это действительно такие красивые металлики, без очевидного шиммера, хотя здесь в палетке есть и шиммерные оттенки, очень красивые, универсальные, которые, видите, не подчеркивают текстуру кожи, они такие вот с эффектом водной глади. Смотрим на второй ряд. Второй ряд, это вот этот вот, он как раз состоит сплошь из матовых оттенков. И вот они, эти матовые. Мне кажется, ради этих матовых я вообще эту палетку и брала. Какие-то припыленные, какие-то необычные. Вот, кстати, имейте в виду, вот этот, видите, средний оттенок. Это вот этот вот оттенок, который в палетке выглядит бежевым. И я каждый раз путаюсь, потому что на глазах получаешь розовинку. Тут тебе и в складку, и не в складку. А вот этот какой красивый. Посмотрите, такой тауп. Вообще они прекрасны друг с другом. А серый вот этот вот, да, интересный, пастельный. То есть здесь прям можно только с этими матовыми. Такой потрясающе сделать макияж. Матовые здесь красивые. Вот ничего не могу сказать. Следующий ряд, который мы с вами оцениваем, это вот этот вот. Я не знаю, как его назвать. Третий. Смотря с какой стороны смотреть. Что у нас здесь с вами? Ну, не могут Colourpop вот без этих шиммерных оттенков. Я, честно говоря, их не очень люблю. Вот этот оттенок тоже шиммерный. То есть такой золотистый, серебристый. Очень красивый вот этот вот оттенок цвета оружейной стали. И здесь прям очень близкие друг к другу оттенки. Видите, они такие бежевато-розоватые. И вот этот вот оттенок, видите, он как будто бы с мелким шиммером. Я такие формулы у Colourpop не люблю совершенно. Вот у Tati в палетке были такие оттенки матовые, вот с этим мелким-мелким шиммером. И этот шиммер был виден. У Colourpop я не знаю, что нужно делать. То есть на какой-то клей для глиттера, что ли, эти тени накладывать. Потому что по мере нанесения, хоть пальцем, хоть кистью, большинство этих частичек, оно улетучивается. Хотя в упаковке, ну посмотрите, это смотрится очень красиво. То есть вот он какой матовый, со всякими там блесточками. Где тут матовый, со всякими там блесточками? Вот так плохо видно, что можно сказать, совсем не видно. Ну, в общем, вы поняли, этот ряд не самый мой любимый. Теперь мы с вами смотрим вот на этот вот ряд. Он самый, мне кажется, такой примечательный и необычный. Потому что он состоит сплошь из каких-то экстра плотных оттенков. Причем может показаться, что вот этот вот матовый. Но вы знаете, он все-таки как будто бы не матовый. Он все-таки как будто бы вшит в него какой-то шиммер. Очень он необычно смотрится. Сейчас вам покажу. Ничего себе! То есть больше эти оттенки похожи на какие-то пигменты, прессованные, чем на тени. И вот он, последний оттенок. Видите, у него какой-то металлический рефлекс как будто бы присутствует. То есть это ряд, опять же, не матовых. Вот эти вот тона, посмотрите, какие они сочные. Вот этот, он смотрится таким единым монолитным, но на самом деле это прессованные блесточки разных оттенков. То есть там и золотистые, и розовые, и зеленые. Я вижу внутри. Вот здесь видно, как он рассыпался на детали. Здесь тоже как будто бы есть какие-то мелкие блесточки, но он, посмотрите, каким монолитным смотрится, и даже каким-то хамелеонистым, да, на камере вот как будто бы переливается. Но вот эти оттенки, мне кажется, это уже для вечернего макияжа. Ну и последний ряд самых-самых темных оттенков, которые же будут применяться для смоки или для затемнения. Вот этот вот матовый с мелкими блестками, но он отличается по формуле, например, вот от этого. То есть вот здесь вот эти блесточки, они видны и улетают не с такой скоростью. Как вам пигментация? Что скажете? Мне кажется, что пигментация на высоте, и поверьте, на глазах это смотрится точно так же. То есть действительно эти оттенки хорошо ложатся для затемнения. Они действительно, если можно, не пляшивит, кстати, ничего. Прям вот вообще идеальные. Кстати, эти тени, мне кажется, можно носить как влажным, так и сухим способом, потому что у меня руки, ну, чуть-чуть влажные после салфетки. Видите, вообще все хорошо наносится. Поэтому, смотрите, можно использовать как лайнеры. То есть вы смачиваете кисть из специальной растворы и используете, например, как лайнеры эти матовые тени, например, не обязательно именно как тени. Ну, в общем, качеством этой палетки я довольна. Поэтому, если вы эту палетку, например, для себя присматриваете, пожалуйста, мне кажется, что она очень многим понравится. Прекрасная, универсальная, хорошего качества. Почему бы нет? Что еще от бренда Colourpop? Я же вам обещала показать карандаш для губ, которым я теперь пользуюсь. Я его заказала еще в количестве четырех штук. Это Lippy Pencil оттенок Ashton. Вот как он выглядит. Ну, как всегда у Colourpop оттенок вот этого футляра карандаша очень похож на цвет. И вот его оттенок. Он серо-бежево-розовый. Очень красивый. Очень делает губы такими какими-то естественными. В то же время такой трендовый образ. Невероятно красивый оттенок. И можно сочетать его вообще с чем хотите. Ну, вот, например, у меня помада Анастасии Берли-Хиллс в оттенке Hollywood. Да, то есть можно сделать прям такой вот нюд-перенюд-перенюдович. Да, например, вот так. Это сейчас очень модно. Можно использовать вместе с помадой, которая называется Pillow Talk от бренда Анастасии Берли-Хиллс. С ней это тоже смотрится очень красиво. Посмотрите. Можно, например, использовать с коллекцией Beauty Bump. Это их коллекция с черепами. Когда новый блеск, вот этот у меня еще не открыт, он, видите, такой как будто бы двухфазный, двуслойный. Здесь тоже был слой черный и слой такой немножко бордово-розовый. Но сейчас они перемешались, естественно. То есть можно использовать вот с таким вот блеском. И это тоже смотрится очень уместно. Абсолютно универсальный карандаш, который подходит для любых целей. Поэтому все, я им пользуюсь все время. Мне кажется, последний месяц вы меня видите только с ним на губах, и ничего другого у меня нет. Вообще, конечно, когда мы с вами находим декоративную косметику, которая нас полностью устраивает, когда мы нравимся все в зеркале, когда это удобно, приятно использовать, и может быть даже вы нашли то, что давно искали, вот как карандаш Colorpop, например. Я такой оттенок очень давно искала. Это приносит много радости и какого-то удовольствия в повседневную жизнь. Если вы что-то знаете, прям потрясающе прекрасное, о чем нам всем нужно знать, расскажите в комментариях. Если вы что-то пробовали из того, что показала вам я, тоже пишите. А если вы чем-то заинтересовались, и прямо вот Ксения у меня горит, не могу, прям все покупаю, тоже напишите, мне интересно, чему вы отдали предпочтение. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего, пока!